Все мои самые светлые сны, Радуги, звёзды, легенды и храмы Были, как в зеркале, отражены В ясных глазах моей мамы. Что в сердце, нашим самое святое, Навряд ли надо думать и гадать. Есть в мире слово самое простое И самое возвышенное – мать. Этими прекрасными словами распахнул свои двери для участников и гостей конкурс, посвящённый Дню Матери. Под названием «Загляните в мамины глаза», который состоялся в стенах Гостеприимного центра культуры и кино «Родина» посёлка Буланаш. Есть в нашем календаре по-особому добрый, прекрасный и светлый праздник – День Матери. Мы собрались в этом зале, чтобы провести его с нашими замечательными мамами. И я от всей души приветствую вас. Низкий поклон вам, наши дорогие, за то, что вы есть и будете с нами всегда. За ваши нежные руки, за вашу душевную доброту, ласковые глаза, ваши золотые сердца – наше сердечное вам спасибо. Со сцены Центра культуры и кино «Родина» в этот день прозвучало в честь мам огромное количество самых искренних, тёплых поздравлений и пожеланий. И самое первое от специалиста первой категории «Томс» посёлка Буланаш Татьяны Евдокимовой. Я искренне поздравляю вас с предстоящим праздником – Днём Матери. Уважаемые женщины, пусть в вашей жизни звучат только тёплые слова, пусть серость не заденет ваши будни. Ведь миром правит любовь. Мы любим, нас любят. Порой безответно, порой взаимно. И только есть одна любовь, которая ничему не подсудна, никаким предрассудком, ни времени. Это же, конечно же, любовь матери. Наши детки вырастают и уезжают из родного дома. Я думаю, что где бы наши детки ни были, они всегда помнят ваши ласковые руки и ваши тёплые глаза. Я, конечно же, желаю, чтобы ваши детки баловали вас вашими визитами, звонками. Ну и, конечно же, той заботой, которую вы проявили к ним. Перед началом конкурсной программы выходом участниц ведущий обратился ко всем присутствующим с просьбой не оставаться равнодушными и присоединиться к акции помощи «Сохрани жизнь Фатиме». Речь идёт о молодой женщине Фатиме Дьяченковой, которой для операции в Израиле нужны деньги. Давайте поддержим эту стойкую и талантливую девушку, которая занималась танцами и выступала на многих площадках Артёмовского и посёлка Буланаш. Фатима работала в школе номер 8, а последнее время трудилась воспитателем в школе-интернат. Если вы видели, на входе в фойе у нас стоят волонтёры. Если кто-то сможет помочь, помогите. Несмотря на все жизненные трудности, началом конкурса загляните в мамины глаза. Стал призыв открыть ворота, опустить мосты, распахнуть окна и впустить в свои сердца как можно больше праздничного настроения. На сцене одна за другой начали появляться участницы конкурса со своими самыми родными, помощниками и помощницами. Так, участницей под номером 1 стала Евгения Деева, под номером 2 – Елена Чуприкова. Под номером 3 на сцену вышла Гульшат Тухбатулина, под номером 4 – Александра Федотова. Пятой участницей стала Анна Солонкова и участницей под номером 6 – Алина Ватенцова. После представления участниц ведущий всех познакомил и с членами жюри. Пока участницы готовились к первому этапу конкурса, праздничную атмосферу поддержала Наталья Ахмадшина, исполнив песню «Бабье лето». Бабье лето, бабье лето, снова солнышко в окно. Есть любовь, а счастья нету. Загулялась на конно, я бы тоже загуляла. Но сегодня все равно, я бы тоже загуляла, как тогда давным-давно. В первом этапе конкурса под названием «Между нами говоря» участницы представляли фото и видео презентации о своей семье. Стоит отметить, что каждая презентация была особенной, представляя жизнь своей хозяйке и ее образ жизни, как хранительницы очага, любящей матери, трудолюбивой и творческой личности, со своими увлечениями и достижениями. Стоит отметить и некоторые элементы презентации, в которых участницы рассказали о себе в стихах и обыграли сценически. Все выходит быстро, ловко, потому что от души. Ласковая, милая, нежная, родная, любит, понимает и всегда подскажет, потому что мама все на свете знает. Мама нас, мама моя лучшая, нежная, родная, потому что лучше нашей мамы в мире не бывает. Между нами, говоря, жизнь свою люблю, друзья. Родилась я в ноябре, вечером, не на заре. Александрую зовусь, в общем, я собой горжусь. Между нами, говоря, семья большая у меня. Мама, папа, две сестры, все красивы и умны. Папа дочек нарожал, а нам Бог сыновей послал. Между нами, говоря, есть сыночек у меня. Его Маратом нарекла, живу теперь я не одна. Смысл жизни мой таков – дарить ему свою любовь. Между нами, говоря, люблю природу я, друзья. Летом к морю я тянусь, загораю и ленюсь. Реки, лес, поля и горы – люблю российские просторы. Между нами, говоря, люблю свою работу я. Сутками я там сижу, детям радость приношу. Между этапами конкурса, когда участницы готовились к очередному выходу на сцену, радость и хорошее настроение зрителям несли творческие коллективы совсем юных и взрослых талантов танцев и вокала. Лолипоп, 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 лоли, 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 лолипоп, лолипоп, лоли, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, кроме любви Вся наша жизнь так далеко Я, я не один Но без тебя просто никто Во втором этапе конкурса зрителям и членам жюри участницы продемонстрировали какое чудо могут сотворить своими руками для своих сыновей и дочерей Из подручного материала решили сделать робота Коробку мы взяли от покупки мебели скотч отрезали пульт старый нашли и автомат слепили робота Играли в военушки Как и раньше маленькие мальчики которые теперь дедушки и папы Нет нигде красивей куклы Нет нигде нарядней куклы А вы, дети, прилавки, витрины Я девочка-молвина Я девочка-молвина Со мной дружный перо и буратино Я девочка-молвина Я девочка-молвина Со мной дружный перо и буратино Костюм, который представлен вашему вниманию семья Тухбатулиных готовила к празднику Хэллоуин Все дети в этот праздник наряжаются вампирами, ведьмами и пугают окружающих своим видом Костюм ведьмочки делали вместе Шили, разукрашивали И получилось очень правдоподобно Он ловко справляется со всеми трудностями и преградами Он знает, что освободив народ от зла Он получит высшую меру награды Спокойную, добрую и счастливую жизнь людей И их поколений Здравствуйте, мирные жители Не бойтесь темной силы зла Я приду Потому что я быт Я божьей коробкой не зря называюсь Я в красное платье всегда наряжаюсь Я насекомая добрая очень Днем я летаю, а отдыхаю ночью Меня не боится никто, даже дети Я очень полезна на этой планете К вам я на праздник не зря прилетела Очень понравиться всем я хотела Шили костюм белочки У мелочки С золотистой грудкой и пушистым хвостиком За этот костюм они получили приглашение На новогоднюю елку И подарок от Деда Мороза В одном из этапов конкурса Участницам удалось продемонстрировать и свои кулинарные способности Блюдо наше называется «Семья в гнезде» Ежик папа, ежик мама и ежик ребенок Родители несут в гнездышко яблоко, чтобы накормить своего ребенка А ребенок угощает родителей виноградом Когда-то русский царь Александр I остановился из-за поломки своей кареты в одном из небольших городков Осташков Наиболее приличным трактиром в этом городе считалось заведение Пожарского Здесь-то и заказан был завтрак для царя Он заказал себе конкретные из телятины Но хозяин в отчаянии достать телятины не смог А генерал-аттютант никаких оправданий и слышать не хотел Тогда по совету мудрой жены трактирщик пошел на обман Сделал коклеты из куриного мяса Придав им с кожи с телячьим Изжарил и подал к царскому столу Блюдо так понравилось царю, что он приказал наградить трактирщика В любой семье есть традиционное блюдо, которое всегда стоит во главе стола на всех праздниках Нашей семье это блюдо чак-чак Чак-чак это национальное, традиционное лакомство Наша семья желает вам всем благополучия Рахим и Тегас Кадавле Дусла Огурчики получились солененькие, а помидорки сладенькие Отведайте гости дорогие и оцените мои старания В завершающем этапе конкурса под названием «Наша мама – творческая личность» Перед участницами стояла непростая задача Им предстояло показать свою творческую натуру в номере С чем каждая справилась на отлично Так мамочки вместе со своими детьми пели, танцевали и даже разыгрывали спектакли Читали стихи собственного сочинения Я счастлива, что моя дочка смеется весело во сне Что мой единственный сыночек забавно тянется ко мне Что мир такой необъяснимый Что будет Новый год зимой Что мой единственный любимый приходит вечером домой Я счастлива, что я такая Что я живу, что я дышу И что по лужам пробегая Домой под дождиком спешу О своих эмоциях и впечатлениях С участницами и зрителями в преддверии церемонии награждения Поделились члены жюри Мы на сцене видели прекрасных женщин Талантливых, красивых, умных, смелых И было, знаете, такое удовольствие смотреть Что порой забывали ставить баллы Вы знаете, я самый счастливый человек, наверное Одна из самых счастливых Потому что моя мама тоже еще жива Моей маме 89 лет И я обязательно завтра ее поздравлю С праздником матери И вы дорогие Женщины, мужчины, матери, дети Не забудьте поздравить своих матерей И оказать им внимание Подарить теплоту Загляните им в глаза Ни одна из участниц этого мероприятия Не покинула сцену без награды Так каждая стала дипломированной победительницей В различных номинациях Сами участницы, рассказывая о своих впечатлениях от конкурса Отметили, что все оказалось для каждой просто Ведь они не первый год носят гордое звание мамы Принимать участие в любых конкурсах Это очень интересно Самое главное участие, а не победа Самое главное подготовка Это очень хорошо Творческие мысли у себя, у ребенка Что-то новое возникает То, что нам дали в этот раз диплом Самая лучезарная мама Ну, наверное, уже дожила до лучезарной Так как до этого, в предыдущих конкурсах Мы были самая творческая семья У нас есть мамы, у мам есть мамы То есть бабушки, прабабушки Есть будущие мамы То есть очень много беременных мам Которые в ожидании младенца чуда станут мамами Всех поздравляю с праздником Желаю всем здоровья, счастья и удачи Конкурсы не составили особой сложности Единственное, что была проблема с костюмом Потому что героя Бэтмена я не настолько хорошо знаю Поэтому помогал мне мой сын Помимо того, что я получила массу положительных эмоций Я думаю, еще и благодаря моему выступлению Зрители тоже получили много незабываемых эмоций и впечатлений Дорогие мамочки Я от всего сердца поздравляю вас с Днем Мамы Я желаю вам счастья Счастья, любви ваших детей Чтобы они никогда вас не покидали Были всегда рядом И вы чувствовали их надежное плечо И любовь, доброту и нежность Я поздравляю всех мам с этим замечательным праздником Днем Матери Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!